Допустим, если бы я захотела что-то найти в каком-то конкретном ведомстве. Мне правда интересно, чем они занимаются, их деятельность, какая-то обратная связь от них, не знаю. Наверное, о зарплатах наших госслужащих. Ну, во всяком случае, что они делают? Их деятельность, что они делают полезного для людей. Люди хотят знать, что их ждет дальше, какие там пенсионные реформы, например. Всех всегда мучает этот вопрос. Ну, прежде всего, те проекты, которые касаются социальной инфраструктуры, те, которые касаются каждого гражданина, жилищно-коммунальная сфера, охрана окружающей среды, экология. Ну, соответственно, те государственные программы, которые на федеральном региальном уровне, должна быть полной информации, сколько средств потрачено под конкретные проекты. Ну, просто зачастую бывает, что информацию конкретно, ну, такую довольно примитивную предоставляют, считая, что только она волнует людей. Но, на мой взгляд, и освещение каких-то механизмов власти, которые до сих пор не освещались, могло бы быть очень кстати. Люди бы больше начали разбираться в том, как происходит управление. Потому что это один из элементов демократии. То есть каждый гражданин имеет право знать, чем, что делает власть для его, как обеспечить его конституционные права. Я думаю, для того, чтобы человек все-таки ориентировался, что происходит, планировал, наверное, на следующий день, если бы как-то жизнь свою, потому что, наверное, самая большая проблема в том, что мы не знаем, что будет завтра. То есть как-то хочется знать, что же завтра будет. Следить, чтобы все было по правилам и в случае чего обращаться к ведомственным органам, для того, чтобы они исправляли какие-то недочеты, ошибки. Я думаю, особенно часть пенсионеров была бы рада поучаствовать в этом. Ну, чтобы, может быть, лучше работали разделы сайтов, посвященные обратной связи. То есть чтобы люди, если они не нашли вопрос непосредственно на сайте, могли обратиться. Чтобы контактные данные действительно совпадали, потому что были случаи, когда пытаешься дозвониться, либо постоянно занято, либо это оказывается ненужный номер. Я считаю, что нужно встать технологическую инфраструктуру, чтобы каждый гражданин имел наибольший доступ для информации. Чтобы она была доступна, каким ресурсам, неважно, интернет, печатные здания, какие-то отчеты. Я думаю, что и газеты, и интернет, я думаю, что все должно участвовать в этом. Мне было приятно знать, что у нас государство делает все как положено. Ну и плюс ко всему это повышало бы рейтинг нашей страны в условиях глобальной экономики.